Это случилось! Люди осознали свою зависимость от гаджетов и телефонов. Дошло до того, что в Европе уже открывают комнаты для спасения от мобильных технологий. Прям как клуб анонимных алкоголиков. Здравствуйте, я Кейт, и я уже 40 минут не говорю по телефону и не пишу смс. Что-то типа того. Если у нас в России порой надо потрудиться, чтобы найти место, где есть Wi-Fi и интернет, то в Амстердаме, наоборот, организовали специальное пространство, где нет Wi-Fi и где можно хоть ненадолго отключиться от сети. Нам бы их проблемы, сейчас подумали российские студенты. Ну что, вот так у них. А сейчас, внимание, специалист по изучению стресса по имени Мазда. Да-да, прям как марка машины. Так вот, Мазда расскажет нам, почему надо отключать сотовый хотя бы на несколько часов. Вашему телу и мозгу нужна передышка, время для перезагрузки, уж поверьте мне. К тому же, если вы на какое-то время заботите о планшетах, ноутбуках и мобильных, мир не рухнет, ничего страшного не произойдет. В Австрии есть специальный фермерский дом отдыха, где у посетителей собирают мобильные телефоны и гордятся отсутствием интернета в апартаментах. Родненькие мои, да и в России, в каждой второй деревне сотовый вообще не ловят. И не то что интернета, газа нет. Оказывается, не осознаю своего счастья Марь Ивановича и Петровича. Не осознают. Когда мы это организовывали, мы хотели, чтобы люди вместо компьютера или телефона проводили время со своими близкими и понимали, как это здорово. Да, конечно, это здорово, кто б спорил. Именно поэтому оффлайн-ферма стремительно набирает популярность. Послушаем посетительницу фермы. Я полностью отключаюсь от сети, оставляю все дома. Здесь я провожу время с лошадью и природой. Вот это настоящее наслаждение. Приезжающим сюда предлагаются упражнения на восстановление чистоты восприятия и сознания. Люди все нюхают, трогают, пробуют. Никакого телевидения и телефонов. Красота! Это что-то новое, непривычное. Никаких цифровых технологий и стрессов. Да уж, прямо-таки утомленные сетью. Конечно, технологии развиваются, все глубже проникают в нашу жизнь и норовят подменить ее. Поэтому, если вы отложили один девайс, не спешите хвататься с другой. А лучше отдохните и проверьте свою чистоту восприятия. Если что, восстановительные упражнения вы видели.